Официальным музыкальным инструментом болельщика России на Кубке Мира будут русские деревянные ложки. Называется сувенир «Ложки Победы». Ложка – это удивительный инструмент. И равных вообще, её надо ставить вообще, я считаю, даже на самое главное место среди всех музыкальных инструментов. Дизайнеры рассматривали три русских инструмента – трещотку, погремушку и ложки. При этом вспомнили печальный опыт с бразильской каширолой, похожей на погремушку. Её хотели использовать на предыдущем чемпионате мира в Бразилии. Изначально FIFA одобрила этот инструмент, но потом запретила. Во время тестов болельщики закидали проигравших футболистов сотнями каширол. Да и звук у них оказался неподходящим. «Дабы избежать тех проблем, которыми столкнулись другие страны, в частности каширолы, которые создают звук улей, очень шумный музыкальный инструмент, который не позволяет набить какой-то конкретный ритм, мы остановились на ложках». Поскольку многие не умеют играть на ложках, для удобства их скрепляют специальным держателем. В итоге инструмент напоминает латинскую букву «В», первую в слове «Виктория». Отсюда и название – «ложки победы». Спортивный сувенир уже продают на Красной площади в Москве. «Это очень оригинально, это по-русски, поэтому, наверное, и ложки здесь будут очень уместны». Правда, русские ложки звучат намного тише африканских вувузел, которые прославились во время Кубка мира в ЮАР. «Конечно, если много человек будут одновременно играть на них, то получится хорошо, но вувузела всё-таки громче». Сувенир стоит 990 рублей. Причём на сайте изготовителя можно заказать ложки с индивидуальным дизайном. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова